Всем привет! Сегодня поговорим о политике. У нас в оппозиционном поле Казахстана сейчас идут некоторые выяснения отношений. Сторонники ДВК обвиняют тех, кто создает партии, в том, что они действуют на руку власти, а те, в свою очередь, обвиняют Облязова, так скажем, в диктатуре, в оппозиционной, что он хочет захватить всю оппозицию, считаться только одним единственным оппозиционером и не дает альтернативной точки зрения, не дает бороться другими способами, кроме как митингами и прямым свержением диктатуры. Так вот, по этому поводу я сегодня хотел бы дать собственное заключение свое на основе наблюдений. Но для начала хотел бы анонсировать то, что завтра, 13 ноября, в Алмалинском районном суде города Алматы состоится суд над Оксаной Шевчук, Гульзипой Джалкеровой, Жозерой Демиловой и Ануаром Аширалиевым. Это активисты, которых обвиняют в экстремизме, в участии в организации экстремистской, да? Хотя на самом деле это обычные граждане, такие же, как мы с вами. Они просто хотят перемен, они просто хотят лучшей жизни для своих детей, для Казахстана. Но власть за их убеждения посадила их за решетку, тем самым пытаясь запугать вообще все общество. Я призываю всех вас завтра посетить это судебное заседание, выразить поддержку нашим политическим заключенным и показать, что мы не согласны с тем, что людей преследуют за их убеждениями. Большое спасибо, друзья, тем, кто завтра посетит суд. Итак, давайте начнем разбираться. Для начала выскажу свое отношение к системе, выстроенной в Казахстане. Для меня это полностью стопроцентная авторитарная система, диктаторская. И я считаю, что невозможно прийти к демократическим переменам при такой системе путем каких-либо реформ, путем изменений законодательства. Для меня позиция очень простая и четкая. Полная смена режима, стопроцентная чистка и построение заново нового демократического государства. Я считаю, что только таким образом возможно прийти к демократии в этой стране. Объясню примерно почему. Если, например, мы начнем просто менять законы, то законы, которые строятся на фундаменте авторитарной системы, они просто не смогут правильно работать. И всегда будут возникать некоторые, так скажем, препятствия для того, чтобы эти законы исполнялись. А следовательно, любое неисполнение законов, даже незначительное, оно приведет к тому, что полностью вся система работать правильно не будет. Благодаря этой простой и четкой позиции можно легко понять, кто же играет на руку власти, а кто реально желает полных перемен и прихода демократии в Казахстан. Давайте возьмем организаторов референдума. Цель данного мероприятия – это изменение выборного законодательства и переход к многопартийной системе. Смотрите, в чем первая загвоздка. На самом деле, сейчас, если посмотреть по законодательству, Казахстан уже является страной, где существует многопартийная система. У нас помимо Нур-Уртана есть также партии «Авжол», «АОЛ», «Коммунистическая партия» и еще несколько партий, которых, честно, я не знаю, кроме ОСДП. То есть, у нас уже официально, чисто на бумаге, у нас многопартийная система, но по факту мы не являемся стороной с однопартийной системой. Ну, как мне кажется, то есть, у нас руководит всем процессом чисто Нур-Уртан, остальные на побегушках, я бы так сказал. Так вот, теперь смотрите, получается, законодательство у нас многопартийное, однако рулит одна партия. Это говорит о том, что закон не работает. И абсолютно не важно, сколько голосов нужно собрать для создания партий, 40 тысяч или 500. От этого не будет зависеть, кто будет у руля. Даже если в Казахстане будет создано 50 партий, то все равно у руля будет Нур-Уртан. Потому что фундамент, на котором построено все это законодательство, многопартийность, он уже неверно заложен, понимаете. И авторитарная система, она не позволит другим партиям каким-то образом влиять на политический процесс. Поэтому я считаю, что инициирование референдума это лишь игра на руку действующему режиму, потому что режиму выгодно, когда идет борьба оппозиции с ветряными мельницами, понимаете. Теперь давайте возьмем людей, которые организовывают партии. Все в основном говорят, что это Мамай и Дуванов. Во-первых, я бы хотел сказать, что не только они инициируют партии. Как вы знаете, группа Ильяшевых, во главе там у них, по-моему, сейчас некая Толжан Кожалиева. Это сноха депутата Толеуханова. Да, она открывает якобы оппозиционную партию, как я понял с ее разговоров. Ну, вы сами понимаете, что такого быть не может. Так вот, она организовывает партию, да, далее организовывают партию тот же самый Ержан Тургумбай, движение Еркан Казах. И вот, кстати, после того, как движение Еркан Казах объявило о создании партии, буквально через несколько дней о создании партии объявил Мамай и Дуванов. И тут возникает вопрос, почему Мамай с Дувановым так поторопились, да, так сразу начали открывать. Так вот, дело в том, что они быстренько загасили идею создания партии Еркан Казах. То есть теперь более менский, так скажем, образованный оппозиционный деятель, да, или гражданин просто, он выберет все-таки Мамай с Дувановым, нежели того же самого Тургумбая. Потому что, просто оценивая их, так скажем, интеллектуальные способности, предпочтения идут, конечно, Мамай. Хотя для меня лично, что Мамай, что Тургумбай, это обычные кусановцы. И то есть они все действуют на руку действующему режиму. Ну, опять-таки, почему Аблязов, например, не высказывается в адрес Тургумбая, а лишь говорит о том, что все, кто создает партии, это кусановцы, да, но при этом он не называет, например, Тургумбая кусановцем. Потому что Тургумбай на данный момент, он приносит некоторую пользу оппозиции, да, он, как бы, концентрирует казахоязычное население Казахстана, говорит прямые вещи в адрес Назарбаева, и тем самым, в общем, подогревает кровь оппозиции, именно казахоязычной. Поэтому я считаю, что здесь Аблязов, как бы, немножко взял под крыло, так скажем, Тургумбая, да, и особо его не трогает. Но при этом я считаю все-таки, что Тургумбай, он, как бы, в итоге сыграет свою роль в дроблении, да, оппозиции, но чуть позже, когда уже сила оппозиции будет намного, ну, сил будет намного больше. Это лично мое мнение, поэтому те, кто топит за Тургумбая, вы не обижайтесь. Я лично считаю так, вот и все. Теперь по поводу Мамая. Я считаю, что эти люди уже давно собираются открыть партию. Посмотрите вообще на Джамбулата, да, это молодой человек, это прекрасный оратор. И то, что он сейчас, как бы, до того, как создавал партию, да, находился в некой тени такой, да, как бы под своей журналистской деятельностью, оно не давало ему никакой реализации. И я понимаю, что этот человек, он способен намного больше, чем быть просто журналистом. И он сам это прекрасно понимает, и у него очень большая аудитория, которая его поддерживает. Потому что просто, если послушать речи Джамбулата, то, как бы, можно заслушаться, да, очень все красиво и четко, без запинки, как бы, что на казахском языке, что на русском языке, как бы, все идеал. Что касается Дуванова, это человек, который уже очень много лет в оппозиции, это, как бы, человек из старой оппозиции, да. И я считаю, что просто он понял, что сидя на кресле в политоне, там, и перетирая косточки всем оппозиционерам, и, там, различным политикам, да, особо-то далеко и не уедешь. И он уже просто разочаровался, я так думаю, в этой многолетней борьбе. И поэтому тут подвернулся такой, как бы, шанс немножко вылезти, да, из этой пучины борьбы. И, в общем, немножко пожить для себя, так скажем. Поэтому, я думаю, он в это дело и влез. В этой команде, также, помимо Дуванова и Мамая, есть еще Галым Агилеев. Это человек-правозащитник, он занимается тем, что ездит по судам, освещает процессы, поддерживает политических заключенных. Он руководит какой-то организацией там правозащитной. Так вот, его метод, так скажем, заработка, да, просто живет он за счет того, что занимается правозащитной деятельностью. И через Агилееву, кстати, я вижу связь данной команды с так называемой бруссельской капустой. И, кстати, Бапи, это, так скажем, наставник, да, в некотором роде самого Мамая. И, как вы знаете, у Бапи очень тесные связи с Рыскалиевым. И поэтому я считаю, что эта команда, как бы, каким-то образом связана все-таки с бруссельской капустой. Потому что, вообще, на открытие партии, да, это не просто так, да, взял там, решил открыть партию и начал лагитировать. На это нужны большие деньги. А финансы, как говорится, у всех поют романцы, да. Так вот, если почитать статьи, которые пишет тот же самый Дуванов, он когда открывал, создавали они партию, он писал одну статью. И там был такой, как бы, момент, где он говорит, что лучше что-то делать, да, лучше открыть партию, чем не делать ничего. И то же самое в одном из комментариев писал Голым Агилеев, когда говорил, что необходимо, значит, заниматься созданием партии, попытаться бороться, так скажем, конденсировать общественную, ну, вот эту оппозиционную массу, да, нежели не делать ничего. Так вот здесь я понимаю, что, может быть, они выступали против власти, да, но именно политиками, политическими деятелями они не были. Один у нас, Агилеев, это правозащитник, а Дуванов и Мамай, это журналисты. То есть это люди, как бы, они просто освещают процессы, но никаких конкретных действий в борьбе с режимом не создают. Давайте будем честно говорить, да, кто есть кто на самом деле. Так вот, давайте теперь рассудим. Если мы берем за аксиуму тот факт, что при борьбе с авторитарной системой, выстроенной именно в Казахстане, необходима полная чистка и никакие реформы и изменения законодательствия не помогут, то тогда остается единственный правильный ответ в том, что Мамай, Дуванов, ну и все, кто создают всевозможные партии, это как раз таки те, кто играет на руку действующему режиму. И знаете, я вот замечаю по комментариям, что большинство людей, они четко понимают то, что происходит в Казахстане, и они уже поняли, что идет очередная кусановщина. И я с этим абсолютно согласен. Для меня стало четко ясно, что все, кто сейчас создают партии, это люди, которые пошли на сговор с действующим режимом. Почему они это сделали? Ну, здесь вы можете как бы подумать сами. Я свою точку зрения высказал. То есть они хотят большего, чем имеют сейчас. Вот и все. И вообще давайте просто представим, да, там депутат Мамай и депутат Дуванов от партии ДПК выразили недоверие действующему президенту и там инициировали закон по демократизации общества. Ну что это такое? Как бы вы понимаете, что это звучит просто дико, глупо и доверие никакого не внушает. То есть любой человек, даже самый оппозиционер, если он придет сейчас в парламент или в мажорист, да, его просто эта система схавает с потрохами и он растворится в ней. Поэтому, как бы, инициирование партии это пустое дело сейчас в Казахстане. Но видите, в чем проблема? Мамай, как бы, уверенно говорит, что его партию не зарегистрируют. Он, как бы, готовится именно к этому. Так вот, мне, во-первых, кажется, что на самом деле государство зарегистрирует эту партию, потому что на парламентских выборах им нужен будет Косанов второй. Если, например, партию все же не зарегистрируют, то она просто будет болтаться в политическом поле, непонятно как кто, да, и особо никаких действий, опять-таки, не предпринимая. Она просто не сможет действовать против режима, находясь в Казахстане. Ее либо признают второй экстремистской партией, либо, ну, как бы, просто она запухнет, так сказать. И все люди, которые пошли как раз-таки в эту партию, в это движение, они останутся просто в голом поле, да, как бы, отвергнутые ДВКшниками и брошенные самим этим Мамаем. И, я вот думаю, здесь оба исхода, они абсолютно ни к чему не приведут, поэтому процессы по созданию партии абсолютно выгодны действующему режиму. Теперь, что касается монополии на оппозицию и выставления того же самого Облязова диктатором оппозиции, да, который якобы хочет монополизировать все это пространство и говорит, что только он один оппозиционер. Так вот, эту риторику, во-первых, толдычат все нурботы. Например, некоторые пропагандисты, они давно уже говорят о том, что Облязов занимается именно этой деятельностью, что он будущий Назарбаев. Такими методами пользуются тот самый Ермек Нарымбаев, Сергея Жанман-Беталин, да, группа Ильяшевых. То же самое говорит и Гульжан Иргалиева. И, кстати, вот буквально вчера я наткнулся на пост Лукпанов-Медьярова, это журналист из Уральска, уважаемый мной человек. Так вот, он то же самое вчера написал в своем посте, говоря, что Облязов монополизирует. И я был, честно говоря, в шоке, я был очень сильно разочарован в Лукпане. И сразу я заметил, что та же самая Гульжан Иргалиева радостно писала комментарии, что люди прозревают, наконец-то, и вы там прозрели, да, ну, что-то в этом духе. После чего там присоединился тот же самый Мамбеталин, репостнул Нарымбай, в общем, вся эта группа. И, получается, теперь, если посмотреть сдалека, резюмирую то, что было сказано по поводу именно монополизации, да. Смотрите, получается, Нарымбай, Иргалиева, Мамбеталин, это люди, которые, как бы, действуют не против режима, да, а они, как бы, действуют против Облязова, но при этом делают вид, якобы, они оппозиционеры. Так вот, все они говорили постоянно, что Облязов монополизирует оппозицию. И теперь к этой группе людей начали присоединяться как раз-таки те, кто топит за Мамая и Дуванова. То есть, сначала это сам Дуванов, да, написал о таком же, потом Мамай, и потом уже к ним присоединились, так скажем, люди из старой оппозиции. Это вот Лукпан Ахмедьяров, Бахаджан Торигожина, да, Инго и Мамбай. Ну, то есть, все они начали работать совместно, понимаете. Многие из вас могут сказать, что ты, Азамат, просто там подсел на Облязова, что ты просто его фанат или кумир там, или он тебя спонсирует и так далее. На самом деле, все не так. Я не кумир Облязова, я просто сформировал свою точку зрения, да, как бы, вот эту простую, которую я говорил в начале ролика. И от этой точки зрения, от этой позиции я отталкиваюсь и вижу, что происходит во всем оппозиционном поле. И то, что моя позиция схожа с позицией Облязова, либо схожа с позицией других деятелей Казахстана, да, некоторых оппозиционных, которых, кстати, очень мало в стране, это не говорит о том, что я являюсь там членом ДВК, да, это не говорит о том, что мы все там именно завязаны каким-то образом с Облязом, да. Это говорит лишь о том, что у людей есть некая позиция. И за эту позицию приписывать к ДВКшникам, либо там к другим организациям, да, ну не стоит. Это неправильная тактика, так скажем. Теперь проясню один момент, касаемо участия в президентских выборах. То есть, надо ли было Облязову поддержать президентские выборы, поддержать именно Кусанова? Или все-таки правильнее было бойкотировать? Смотрите, получается, как раз таки те люди, которые сейчас выступают против Облязова, они говорят о том, что он совершил ошибку, не поддержав на президентских выборах только Кусанова. То есть, идея у них такая, то, что если вся оппозиция бы проголосовала за Кусанова, и на итогах Кусанов был признан проигравшим, то как раз таки у всей оппозиции был бы повод выйти на митинги, да, и как бы требовать полностью смены режима. И они сейчас, например, приводят как раз таки события, которые произошли в Боливии, где после, так скажем, незаконных выборов президентских, при которых выиграл опять-таки их старый президент, да, люди восстали и прогнали этого президента с поста. То есть, они примерно делают аналогию вот с этими событиями. Так вот, в Казахстане такое бы не произошло на этих президентских выборах. Объясню почему. Смотрите, во-первых, наблюдатели, да, были в городе Уральск сформированы, и в Уральске они полностью, как бы, так скажем, доказали, что Кусанов выиграл, да, на этих выборах. Но при этом вспомните, в Уральске были ли какие-либо митинги против режима, выступления, там, несогласия. Те, кто входил в группу наблюдателей, они разве присоединились к тем, кто митинговал именно 9 июня? 9, там, 10? Разве те, кто голосовал, полтора миллиона человек, которые проголосовали за Кусанова, они на следующий день вышли на митинг? Никто не вышел, понимаете? Потому что сам Кусанов эти выборы слил. Даже если бы, к примеру, ДВК-шники, да, присоединились, и те, кто бойкотировали эти выборы, они бы присоединились голосованием за Кусанова, то после выборов сразу бы Кусанов бы всех продал. Я так считаю. Если же все-таки вся оппозиция бы начала говорить о том, что выходите на митинги, там, то, сё, да, то тут бы у власти был бы еще один вариант, это подать в суд на комиссию избирательную, ну, там, на действия, да, там, некоторых участников вот этой комиссии. И в итоге бы весь этот протест все равно бы слили, участвуют там в судах и так далее, в итоге суды бы не состоялись, и все равно мы бы пришли бы к итогу, что Токаев президент, а Кусанов проиграл. И никакого бы особого бунта не случилось бы. Но при этом лично я стал бы называть Облязова продажным. Все потому что, ну, так не бывает, понимаете, что если играешь по правилам аккорды, можно выиграть. Такого не бывает. И как бы и сам, и Облязов, да, да и все, кто поддержали бы Кусанова, они бы просто замарали свои имена, но не более того. Никаких бы изменений бы это не привело бы к изменению. Поэтому здесь надо четко понимать, что голосуй ты за Кусанова, не голосуй, ничего бы не произошло. Но потом, как раз таки вот эта группа, тех самых мамайовцев, да, они говорят, что вот вы там просто бойкончики сидели дома, вы просто забили на выборы, там никуда не пошли, там сидели и так далее. На самом деле, к чему призывал тогда тот самый Облязов? Он призывал людей выйти на улицу, понимаете? Он не говорил сидеть дома, он говорил не идти на выборы, а идти на улицы. И здесь, как бы, они меняют немножко понятия, они говорят, что Облязов говорит бойкотируйте, и сопоставляют бойкот с тем, чтобы сидеть на диване. На самом деле не так. На самом деле, те, кто голосовал за Кусанова, они в итоге просто пошли, бросили бумажку в урну, и пошли на свой диван, ждать и смотреть, что же произойдет. Они думали, что бросив бумажку, они изменят ситуацию в этой стране. Но этого не произошло, потому что такого не бывает просто. И поэтому вы просто развеете свои сомнения по поводу вот этого участия в выборах. Я понимаю, что когда слышишь речи, такие хорошие, аргументированные, что вот надо было поучаствовать, мы бы сейчас как в Боливии перевернули, надо понять, что все не так-то просто у нас, как в Боливии. Система Боливии, она немножко отличается от Казахстана. У них президент не сумел установить такую систему, которая действует у нас в стране. У нас в стране больше, я так понимаю, система похожа на Туркменистан, либо на Северную Корею, нежели на Боливию или Украину. Поэтому я вам скажу, что все движемся в правильном направлении. И в будущем обязательно у нас в Казахстане будут перемены. Люди не просто прозреют, они начнут действовать. Это придет обязательно. Главное нам концентрироваться на этой цели. И это обязательно будет. Дорогие друзья, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, комментируйте. Большое спасибо тех, кто поддержит меня финансово. Всем удачи. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok